В седьмой городской школе уже третья смена в лагере дневного пребывания. Сейчас в ней 120 человек в возрасте от 7 до 14 лет, а во вторую смену было 150 детей, которые в родной школе проводят свои летние каникулы в удовольствие. Тут они завтракают и занимаются в любимых кружках. Их такое количество, что выбрать можно по интересам. Хочешь, пой, хочешь, рисуй. На море сегодня не ездили, потому что штормовое предупреждение, зато были в Ореховой роще. Да и в школьном дворе есть чем заняться. Кто-то на спортивной площадке, кто-то с удовольствием выполняет мужскую серьезную работу по благоустройству территории. А в тенистой платановой рощице невероятная для знойных летних дней прохлада. И чем бы ни занималась здесь детвора, под присмотром педагогов, невольно радуешься за то, что, во-первых, они вспомнили старые добрые игры и оторвались от планшетов. А самое главное, здесь царит атмосфера дружбы и доброжелательности. В столовой, между тем, идет подготовка к обеду. И здесь четверо парней из летнего трудового отряда накрывают столы. Мальчишек сюда определили родители, чтобы детвора ценила, что такое труд. Я с ними очень активно провожу время. И чтобы не сидеть дома и потерять свое время, я хотел бы активно заниматься социально-социально. Вы сюда пришли работать с удовольствием? Да. Вот что ты хочешь этим доказать кому? Расскажи. Потому что я самостоятельно могу работать. Заведующая производством Анна Геннадьевна Астахова работой ребят довольна. Она 22 года в школьной столовой и хорошо знает, чем вкусно и сытно два раза в день накормить детвору. Кстати, на 191 рубль. Но для родителей пребывание детворы в лагере бесплатное. У нас двухразовое питание, 14-дневное цикличное объемо, утвержденное в Роспотребнадзоре. Значит, дети питаются завтрак, получают и обед. Значит, поставщики у нас все местные. Такие как Афанасьев, Анапский хлебокомбинат, значит, Оуфас, ну и другие поставщики. И ежедневно у нас дети получают кисломолочную продукцию, фрукты, различные фрукты, яблоки, персики, абрикосы, овощи, очень много овощей. Детки питаются с огромным удовольствием, приходят всегда с хорошим настроением. Директор лагеря дневного пребывания, учитель начальных классов Анна Васильевна Пинчук. К ней родители в очередь стоят, чтобы отдать своих малышей в первый класс. И это незримая забота и теплота о детворе заметно невооруженным глазом. Мама и бабушки не случайно задолго до начала смены устраивают сюда свою детвору. Тут как дома, только интереснее и увлекательнее, а еще безопасно и полезно.